Всем привет! Сегодня суббота и мы поговорим о фотографии. Давно мы что-то не разговаривали на тему фото и сегодня мы поговорим на самом деле на очень интересную тему. Как-то столкнулся я один раз, вернее даже вру, это был не один раз, а это на самом деле достаточно частое заблуждение и очень часто многие фотографы рассуждают, так я ни от одного фотографа слышал эту мысль и мысль звучит следующим образом, что главное смотреть фотографии классиков и если ты смотришь фотографии классиков, то все хорошо и на самом деле часть какой-то правды в этом есть, потому что смотря все таки фотографии классиков, вы вырабатываете себе насмотренность, вы вырабатываете в себе определенный уровень понимания, что такое хорошая фотография и естественно неизбежно ваш уровень с этим растет, но на самом деле, ну говоря объективно, фотографам и обычным людям, в принципе, кто тусуется около фотографии, свойственно недооценивать фотографию. И на самом деле это такой правда камень преткновения, достаточно большой и правда очень много людей недооценивают фотографию, недооценивают в плане сложности. И сегодня мы как раз поговорим о том, что же такое фотография и почему люди часто недооценивают фотографию. И на самом деле это абсолютно так, сейчас я как раз сидел думал об этом, рассуждал соответственно сам собой, почему так правда происходит, в чем конкретно люди недооценивают фотографию. И на самом деле данность ситуации заключается в том, что недооценен, недооцененность фотографии, да, то есть упрощение ее возникает в силу того, что сам по себе пласт, да, то есть фотография достаточно широкий и сложность фотографии достаточно высока, да, то есть и фотография развивается и естественно, да, то есть недооценивание происходит за счет того, что каждый достигает от той вершины, до которой он готов пойти. Объясню сейчас более простым языком. Вы начинаете фотографировать. И, естественно, начиная фотографировать, вы знакомитесь с элементарными правилами, то есть по которым строится фотография. Например, правило третей. Вы узнали, что такое правило третей. Вы, соответственно, вдруг неожиданно почувствовали прилив сил. Наконец-то вы вдруг неожиданно поняли, что вот оно, вы наконец-то узнали, как делать хорошую фотографию. Для этого же нужно было всего лишь использовать правило третей. И все ваши фотографии начинаются подстраиваться под правило третей. Но, соответственно, используя эти правило третей, вы невольно начинаете понимать, что не всегда правило третей является формулой успешной фотографии, формулой интересной фотографии. И это не является камнем преткновения. И, соответственно, вы начинаете пробовать так называемую попытку постичь композицию. А в силу того, что попытка постичь композицию это огромный пласт, который требует огромного количества времени. То есть, естественно, потыкавшись, помыкавшись где-то у азов, вы спотыкаетесь, у вас не получается, и вы опускаете руки, и очень многие фотографы уходят в такое понятие, как фотографии главной эмоции. И на самом деле, то есть, фотографы зависают на этой теме, слава богу, кто-то из этого уходит, то есть, развивается дальше кто-то, в этом застревает и снимает десятилетиями, и на самом деле в этом тоже нет ничего страшного. Но, говоря объективно, если в фотографии главная эмоция, то самая потрясающая фотография, это фотографии, вызывающие душераздирающие эмоции, то есть, это самые шедевры. Но почему-то эти фотографии не висят в музеях, не висят в арт-галереях, и почему-то никто не фотографирует, как кто-то, кому-то отпиливает ногу по суставу, кто-то не, никто не фотографирует, как куалды, там, пытаются ударить по кости или по суставу, или по конечности, да, то есть, а это самые животрепещущие фотографии. Почему-то никто не фотографирует, там, как человек берет и просто гвоздем руку себе пробивает, да, то есть, хотя на самом деле эмоции будет просто вагон, да, то есть, особенно если это грамотно сфотографировать, и сфотографировать в последней точке. Поэтому, на самом деле, эмоции тоже инструмент, да, то есть, и со временем как раз почему происходит недооценивание фотографии, вы, изучая фотографию, становитесь изящнее. Изучив правила третей, вы начинаете изучать основы композиции. Соответственно, изучая основы композиции, вы постепенно начинаете уже в то, что у вас есть, выносить и дополнять, соответственно, ваши фотографии. От этого они становятся изящнее, они становятся интереснее, они становятся сложнее, и они становятся, соответственно, более успешными. И потихоньку, да, то есть, вы начинаете постигать вот все то, что состоит, соответственно, из чего состоит фотография. И потихоньку, год за годом, это собирается в некую уже сублимацию, которой и является уже целостное понятие фотографии. Ведь на самом деле снимок сам по себе, да, то есть, не содержит какое-то отдельное правило. Ни один снимок, да, то есть, вот вы перед собой сейчас видите снимок, да, то есть, он же не выполнен только по правилу третей. В этом же снимке нет только ритмического рисунка. В этом, соответственно, снимке же нет основной, да, то есть, единственной темы – это воздушные перспективы или, соответственно, ритма, да, то есть, здесь снимок сам по себе заключается в том, что у вас по факту собран ряд факторов, ряд правил, да, то есть, которые максимально отвечают тому, что вы хотите, да, то есть, от того, как вы изящно, как вы грамотно скомпонуете вот эти вот факторы, да, то есть, будет зависеть успешность фотографии. Именно поэтому очень много фотографов, например, ходят на мастер-классы, на воркшопы, соответственно, сходив, послушав только теорию, они вдруг неожиданно воодушевляются, бегают, прыгают недельку, начинают, соответственно, пробовать применить те знания, которые они получили на краткодневном, соответственно, обучении, да, то есть, и не получают результата. Огорчаются и начинают пробовать еще, опять снова огорчаются и перестают пробовать, и через две недельки такое ощущение, что ты вообще не ходил ни на какой мастер-класс, и, собственно говоря, ничего не знал, и по факту ничего не используешь. Почему? Потому что на самом деле, да, то есть, одной теоретической базы мало, да, то есть, вы должны еще это отработать, и отработка требует большого количества времени, да, то есть, от того, что вам расскажут, как приготовить суп, да, то есть, вы не сможете приготовить суп вкусно. Почему? Потому что нужно пробовать раз, два, три, да, то есть, четыре, пять, шесть, и вот с этим пробованием каждый раз у вас будут пробы, ошибки, соответственно, что-то будет получаться, что-то нет, и вы постепенно, да, то есть, со временем сформируете в себе, да, то есть, четкое знание, как это правильно сделать. А от того, что вы будете знать теорию о том, как это сделать, да, то есть, это, ну, никак не будет связано с тем, что вы сможете это сделать. И очень многие люди ходят на, там, мастер-классы, на, соответственно, воркшопы, да, то есть, на какие-то обучающие мероприятия, посвященные, там, один день, там, я не знаю, два дня, да, то есть, и на самом деле это такая крупица, да, то есть, за которую подразумевается, что вам показали направление, и вам показали перспективность того, куда можно двигаться. А всю основную работу, на самом деле, вы должны делать самостоятельно. И по факту, если вы не готовы делать ее самостоятельно, то посещение такого мероприятия просто бесполезная трата денег, да, то есть, и бесполезная трата времени. Почему? Потому что результата просто не будет. И очень многие фотографы приходят на такие мероприятия, да, то есть, с целью поиска какого-то такого волшебного универсального приема, какой-то некой фабулы, кнопки волшебной, волшебного слова и так далее, да, то есть, на самом деле это волшебное слово, это время и упорство. И это, ну, основополагающее, да, то есть, вот эта фабула фотографии, которая и позволяет добиться, соответственно, изящности, добиться, соответственно, сложности, добиться интересности фотографии. Ведь вникая, да, то есть, вы поначалу снимаете по правилам третей, потом потихоньку вы начинаете использовать понятие ритм, потом вы, соответственно, начинаете использовать динамику внутри композиции, потом вы начинаете взаимодействовать с простыми формами, так как со сложными у вас не получается. И постепенно, каждый раз, да, то есть, вы можете уже что-то вносить новое к уже существующим правилам, которые позволяют сделать с каждым разом ваши фотографии более изящными, более необычными, более интересными, более динамичными, более яркими, более выразительными. И как раз почему я и говорю, что свойственно недооценивать многим фотографии. Почему? Потому что ее слишком сильно упрощают. Упрощают, потому что есть четкое понимание, что, например, достаточно там изучить основы композиции, да, то есть, для того, чтобы там делать хорошие снимки. К сожалению, нет, недостаточно. И чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем, на самом деле, более очевидно это становится, да. То есть, каждый раз внося потихоньку по крупице, соответственно, более углубленные понимания, вы открываете для себя еще более глубокие горизонты, и приходит понимание, что вы уже не задумываетесь над тем, как правильно кадрировать фотографию. Хотя на самом деле понятие кадрирования, да, то есть, это то, о чем вообще почти не задумывается большая часть фотографов. Единицы фотографов понимают, что кадр еще нужно кадрировать, и большинство фотографов, кто снимает даже там пять-десять лет, даже не задумываются над кадрированием. И давайте будем объективны, да, то есть, но объективно соотношений сторон фотографий не бывает. Все это привязано исключительно к рамкам и к стандартам печати. Естественно, фотограф, работающий в арт-направлении, да, то есть, фотограф, снимающий для себя ни в коем случае, да, то есть, естественно, не имеет никаких стандартных пропорций. И фотографию можно кадрировать как вам угодно, для того, чтобы фотография была интересна, для того, чтобы фотография была содержательна, для того, чтобы фотография была необычна. И, соответственно, соотношение сторон, да, то есть, тут вообще ни при чем. Потому что у каждой камеры, ну, не у каждой, но у того же среднего формата одни соотношения сторон. У 35 миллиметров другое соотношение сторон. И есть такой некий конфликт, да, то есть, а где же оно настоящее, правильное соотношение сторон 6 на 6, 6 на 7 или, соответственно, прямоугольная форма 35 миллиметров И со временем, да, то есть, вы начинаете это понимать, но на самом деле большинство фотографов даже это правило элементарно не используют Да, то есть, почему? Вспомните, как вы снимаете, да, то есть, если вы снимаете, вы в большинстве случаев кадрируете, соответственно, в видоискатель объектива И после того, как вы, соответственно, сфотографировали видоискатель объектива, вы редко когда режете пол фотографии, вы редко когда оставляете от фотографии одну четвертую Да, то есть, почему? Потому что вы уверены, что все, что попало в видоискатель и было подкадрировано вами, оно уже в принципе правильно И вы обрезаете только явно лишние части, не рассматривая вообще вариант обрезать полфотографию, обрезать четверть фотографии, если для этого требует фотография. Поэтому на самом деле фотографию, правда, свойственно недооценивать и фотографию свойственно упрощать. Поэтому на самом деле, вникая все глубже и дальше, вы начинаете понимать, что и соотношение сторон фотографии у вас не соблюдается. Если вам нужно для хорошей фотографии сделать фотографию узко-длинную, то есть вы сделаете узкую и длинную, и соотношение сторон здесь ни при чем. Потому что именно в этой узкой и длинной форме идеально сочетаются, соответственно, те правила, те приемы, те выразительные средства, которые вы использовали. И они, естественно, они лаконично, они ярко, они подходят под вашу мысль именно в этом кадрировании. И в другом кадрировании акценты смещаются, и, соответственно, у вас рассыпается внимание, рассыпается ваша фотография, меняя содержание. Потом вы понимаете, что фотография, помимо еще каких-то банальных форм, еще имеет цвет и психологию восприятия цвета. Вы начинаете вникать в то, что есть понятие семиотики. И понимая, что все-таки предметы и детали внутри кадра могут еще и трактоваться по-разному, вы начинаете заморачиваться над тем, что такое стиль и над тем, что такое стилистика. И, соответственно, согласитесь, странновато выглядит фотография, где девушка одета в античные вещи, при этом в античных вещах, соответственно, девушка стоит, например, на фоне небоскреба, да, то есть стеклоблочного. Но все-таки это вызывает некое непонимание, да, то есть некое недоумение. Поэтому на самом деле фотография, правда, свойственна недооценивать, потому что, ну, вернее, не то, что недооценивать, а упрощать, да. То есть и это упрощение, правда, сводится до нельзя. И именно поэтому, да, то есть все-таки фотографы, кто действительно учился и добился каких-то выдающихся результатов, Если анализировать и разбирать их работы, если анализировать и разбирать их биографию, то вы невольно наткнетесь, что люди десятилетиями учились. Они годами ходили в подмастерьях у достаточно опытных и выдающихся фотографов. И только после этого, работая годами, люди вырабатывали какие-то свои выдающиеся результаты. Поэтому на самом деле фотографию, правда, свойственно упрощать. И это правда, на самом деле, просто камень преткновения. Главное, чтобы было понимание, что все-таки упростив фотографию, вам не было скучно. Потому что фотография тоже бывает разная и у всех разные цели. И только занимаясь достаточно давно, вы понимаете, насколько она правда разная, насколько по-разному можно ее использовать, соответственно. И именно поэтому нет такого общего понимания, например, что хорошая фотография может быть только такой. Потому что начинающему фотографу, правда, свойственна некая категоричность. То есть, что хорошая фотография, она либо такая, либо вот такая. Я про фотографию знаю все, и я-то специалист. На самом деле, со временем это проходит, потому что ты начинаешь вникать и узнавать новые направления, новые для себя знания, новые подходы. И на самом деле, вот мы сейчас достаточно много поговорили о том, насколько сложна фотография, насколько филигранна в ней куча нюансов. То есть, стилистики тела, ощущение вкуса, стилистики вещей, сочетание аксессуаров, драматическая часть фотографии, насколько эмоции, правда, естественны. И как добиться, соответственно, этих эмоций от человека, которого ты фотографируешь. Психология вникнуть в человека, да, то есть, и сфотографировать их. То есть, и умение использовать все факторы, все средства выразительности для того, чтобы показать суть проблематику или, соответственно, какие-то поднятые проблемы или темы внутри вас, соответственно, на фотографии. Но на самом деле, да, то есть, это лишь малая толика того, что действительно подразумевает под собой действительно сложная взрослая фотография. Ведь обратите внимание, что сколько вот мы сейчас с вами проговорили про тонкие нюансы, я ни слова вообще не сказал даже про свет. Да, то есть, какой он бывает, как его используют, что такое хороший свет, что такое свет нехороший, что такое согласованное освещение, что такое эффектное освещение. Мы даже ни слова об этом не говорили, хотя на самом деле говорили уже достаточно много. Поэтому на самом деле, да, то есть, работа фотографа серьезная, она, правда, достаточно сложна, она достаточно кропотлива, и на это, правда, требуется много-много времени. И чем, соответственно, выше ваше стремление, да, то есть, чем более одержимы вы, соответственно, хотите вы добиться каких-то выдающихся результатов, да, то есть, тем более эта фотография сложна, и, соответственно, вам больше времени нужно на то, чтобы в это вникнуть. То есть, понятно, что там фотографирование, например, ньюборн-младенцев, да, то есть, это, ну, не фотография. Ну, в смысле, это фотография, но она настолько примитивна и настолько ничтожно отображает лишь ту толику, вообще крупицу всей фотографии, которая существует, да, то есть, что, там, называть себя арт-фотографом, да, то есть, при этом, который фотографирует, там, ньюборн-детей на фоне, да, то есть, ну, это просто смешно. Поэтому, на самом деле, да, то есть, фотографию, правда, свойственно недооценивать, ведь именно поэтому фотография и сложна, что никакого-то универсального рецепта, и в зависимости от того, что вы хотите, да, то есть, вы используете разные средства выразительности, такие, как свет, такие, как правила восприятия, такие, как основы композиции, кадрирование, пластика модели, эмоции модели, стилистика, аксессуары. Вы подбираете место, ведь от места очень многое зависит, и зависят все те факторы, которые я озвучил, и они между собой переплетаются, и сочетаются они в какую-то изящную форму или нет. А нужна ли вообще изящная форма, если для вас важнее содержание, да, то есть, и все собрать это в целостное, лаконичное полотно на самом деле достаточно сложно. И именно поэтому, да, то есть, есть такое понятие, что самый сложный, да, то есть, кадр – это когда ты пытаешься действительно все собрать в один кадр. Почему? Потому что площадь ваша ограничена, и, соответственно, для выражения этой мысли, которую ты хочешь передать, для выражения тех эмоций, которые ты хочешь передать, у тебя минимально ограниченное полотно. И, соответственно, чем шире это полотно, тем легче выражать, соответственно, какие-то мысли, глобальные эмоции, какие-то идеи, да, то есть, поэтому очень часто фотографы, да, то есть, снимающие там в современной фотографии, особенно в арт современной фотографии, снимают именно сериями, да, то есть, почему? Потому что там есть где развернуться, да, то есть, и это снимать гораздо проще. Тяжело же снять в один кадр, где, вы знаете, есть такие проекты, арт, где, например, берут, фотографируют человека, который там, например, как он выглядел в обычной жизни, не зная, что он, например, смертельно больной, потом фотографируют, когда ему поставили диагноз, потом фотографируют, когда ему сделали химиотерапию, и, соответственно, он полысел, потом его фотографируют на операционном столе, потом, соответственно, фотографируют некую адаптацию его, и потом, типа, делают кадры, как он все-таки выздоровел и стал обычным гражданином, да, то есть, таким счастливым жителем. И это все весело фотографировать и легко, когда у вас, например, на это 10 фотографий, да, то есть, где вы каждым кадром это сняли, и, соответственно, по факту это является документалистика, да, то есть, такая некая ксерокопия, Где фотография даже рядом не стояла По крайней мере арт-фотография А вот теперь попробуйте Представить, что вам Нужно всю вот эту мысль Вот все, что я озвучил Все вот эти этапы Весь этот накал Все эти переживания Соответственно, всю вот эту Сюжет весь Уложить в один кадр И вот тут действительно возникают проблемы Потому что в один кадр это собрать Невероятно сложно Невероятно сложно собрать в один кадр это так Чтобы это было понятно И было понятно и доходчиво И при этом было содержательно И поэтому фотографы, умеющие снимать в один кадр Какие-то глобальные, невероятные Очень эмоциональные Соответственно, очень содержательные идеи Крайне талантливые Таких людей просто единицы На миллионы А люди, например, снимающие сериями фотографии Это гораздо легче И таких людей гораздо больше Поэтому, на самом деле Все зависит от того К чему стремиться Но, на самом деле, общая мысль О том, что фотографию Правда, свойственно недооценивать Она, правда, явно прослеживается Потому что фотография, правда, более сложна Более изящна И, соответственно Естественно, вникая То есть, вот в эти все нюансы Ты, соответственно, двигаясь дальше Постепенно понимаешь На самом деле Какие-то невероятные глубины И потенциалы То есть, того, что ты можешь делать Хотя, на самом деле На начальном этапе Тебе кажется Что ты можешь взять Просто изучить правила третей Сходить, послушать Основы композиции За неделю То есть, там, еще за две недели Пофотографировать Поприменять их И вот ты, гуру-фотограф Но тогда, как бы, возникает Такой нелепый вопрос Какого буя тогда Величайшие метры фотографий То есть, когда вы начинаете Листать их фотографии В гугле То есть, там, когда вы начинаете Смотреть статьи о них Почему-то вы натыкаетесь На 10, максимум Там 30 фотографий Которые впечатляют И, соответственно, возникает Такой вопрос, да То есть, если человек На секундочку снимал Там 40 лет То за 40 лет Он сделал всего 30 фотографий Конечно же, нет Он даже сделал Не 30 тысяч фотографий Он сделал гораздо больше Просто вопрос в том Чтобы добиться Такого уровня Таких выдающихся Соответственно, снимков Да, то есть, он к этому Шел 30 лет И, соответственно, постепенно Да, то есть, снимая Лучше и лучше и лучше Да, то есть, он действительно Этого добился И добился этой филигранности И изящности Поэтому, на самом деле Тут все зависит от того Да, то есть, до какой степени Хочет сам человек упрощать И до какой степени Человек сам хочет Достичь каких-то высот И именно до тех пор Соответственно, человек Будет упрощать фотографию Лично для себя Потому что Ну, на самом деле Апофеоз Заключается в том Да, то есть Что, ну, правда Не все хотят быть Великими фотографами Кому-то достаточно Быть, ну, там Чисто коммерческим фотографом Кому-то достаточно Быть фотографом Там, лучшим Воронежа Кому-то достаточно Быть лучшим фотографом Москвы А кому-то Хочется быть Одним из ста Лучших фотографов Мира Да, то есть Кому-то хочется После смерти Оставить свои снимки И чтобы эти снимки Были Его жизнью Да, то есть И неким его продолжением Когда вы просто Умерли А снимки живут И там тот же Хельмут Ньютон Да, то есть Там умер Да, то есть Но его снимки И продолжают жить И его имя Продолжает жить Поэтому На самом деле Фотография Правда Достаточно интересная И как любое средство Изобразительного Искусства Да, то есть Это по факту Бессмертие Когда вы Умирая Оставляете за собой То, что живет Десятками лет Сотнями лет Веками Да, то есть Это просто Невероятно Поэтому фотография Она правда Чаще всего Опошляется Чаще всего Опошляется В плане Упрощается Да, то есть Что она Ну, что фотография Это Блин, я классно Фотографирую девочек На фоне В журнал Крестьянка Я профессиональный Фотограф Да, то есть Ну, блин Чувак Ты, конечно Может быть Действительно Профессиональный Фотограф Но, блин Извини Фотографировать Девочек На фоне В журнал Крестьянка Может Каждый Пятидесятый Да, то есть Это не супер Выдающееся Достижение А для кого-то Достижение Да, то есть Что он там Соответственно Фотографирует Выпускные Где-нибудь В университете На пятом курсе И это тоже Соответственно Результат Поэтому На самом деле Фотография для вас Ровно такая Насколько вы Готовы ее Постичь И соответственно Фотография для вас Сложна настолько Насколько вы Готовы Да, то есть Ее усложнять Потому что На самом деле Если вникать То Тут просто Огромная Да, то есть Просто огромный Пласт Да, то есть Какой-то массив Инструментов Да, то есть Которые между собой Сплетаются Настолько сложно Настолько Воедино И действительно Изучая их Да, то есть Ты понимаешь Насколько Невероятны И насколько Разные Способы Да, то есть Реализации Разных мыслей Соответственно Разных решений Ты можешь Использовать И на самом деле Блин Вот мы с вами Сейчас еще Больше поговорили Соответственно Про тонкие нюансы Да, то есть Но заметьте Что у фотографа Есть еще четкое Понимание Креативность Да, то есть И того Понимания Как вы смотрите На вещи Потому что Мы говорили С вами Исключительно Про правила Композиции Мы говорили Про кадрирование Мы говорили Про свет Про стилистику Про место Про серийность И один кадр Но мы даже Ни слова Не говорили Про то Что такое Соответственно Например Банально Умение Смотреть на вещи Под другим углом Я вот сегодня Выкладывал Как раз Серию фотографий В хистере Да, то есть Я как раз Показывал Вот, да То есть Где Есть четкое понимание У фотографа Необычно смотреть на вещи Да, то есть Где сфотографирована Сумасшедшая группа людей И вот Представьте Насколько Необычно Да, то есть Человек Смотрит на вещи Да, то есть Насколько Соответственно С фантазией Он к этому Подходит Да, то есть Для того Чтобы это Показать Причем На секундочку Да, то есть Это снято В царские года Когда не было Квадрокоптеров И соответственно С квадрика Тут никто Ничего Не снимал Но Это просто Блин Выносит Мозг Да, то есть И поэтому Умение Соответственно Развивать В себе Фантазию Умение Смотреть Креативно На обычные Вещи Это еще Один Такой Некий Пласт Внутри Фотографии Да, то есть Который Тоже Развивается И именно Поэтому На самом Деле Фотографию Свойственно Недооценивать И фотографию Свойственно Упрощать Вопрос Просто До какой Степени Вы готовы Для себя Ее Упростить И Насколько Сложна Лично Ваша Фотография Поэтому Не знаю Насколько Вам было Интересно Слушать Мое Занудство Что-то Правда Захотелось Сегодня Поговорить О том Как Действительно Фотография Интересна Насколько Она Правда Между Собой Сложна И Почему Считается Любое Изобразительное Искусство Очень Сложная Наука И люди Годами Десятками Лет Изучают Соответственно Все тонкости Пытаясь Действительно Что-то Создать Стоящее Поэтому Да Пожалуйста Рад Что интересно Судя По количеству Товарищей Которые Смотрят Эфир Это Не всем Интересно И не Всем Зашло Поэтому На самом Деле Помните Что На самом Деле Фотография Правда Сложна И Насколько Сложна Фотография Для вас То есть Это Исключительно Ваше Понимание Потому Что На самом Деле Фотография Она Правда Разносторонняя Она Очень Разная И Если Вы Соответственно Считаете Верх Креатива Сфотографировать Человека Который Теряет Равновесие То есть Для вас Верх Креатива Сфотографировать Фотографию Перевернуть На 180 На 180 Градусов То Это Не Значит Что Это Верх Креатива То есть Если Вы Чего То Не Знаете Это Не Значит Что Этого Не Было Поэтому Просто В субботу Вечером Все Отдыхают Да Ничего Страшного Я Не ради Популярности Это Делаю И На самом Деле Я Достаточно Давно Это Делаю И Фотография Выкладываю Тоже Явно Не Настолько Прям Ради Популярности Поэтому Ничего Страшного Пусть Отдыхают Я Это Переживу Я На самом Деле Тоже Устал Вопросы У вас Какие-то Может Быть Есть Ко Мне Потому Что На самом Деле Тема Правда Интересная И На самом Деле Насколько Фотография Разносторонняя Это Просто Вынос Мозга Недавно Я Как раз Выкладывал Мальчика Который Сделал Соответственно Первый Выстрел Такой Выдающейся Фотографии Тем Что Сфотографировал Кошачьи Глаза Макро И Это Меня Правда Впечатлило Мальчик Увидел Насколько Правда Тема Зашла Людям И Многие Из вас Писали Правда Насколько Это Необычно Насколько Это Невероятно И Соответственно Молодой Человек Начал Фотографировать Потом Человеческие Глаза Человеческие Глаза Конечно Меня Не так Сильно Впечатлили Как Макросъемка Животных Глаз Но На самом Деле Тоже Есть Отдельные Интересные Снимки Но По мне Снимки Глаз Животных Более Необычные Потому Что У Человеческих Глаз Есть Некая Общность И На самом Деле Тут Такое И Фотография Настолько Разносторонняя Настолько Сама По себе Сложна И В то же Время Проста Да То есть Что Казалось Бы Просто Умение Посмотреть На детскую Площадку Под Разным Углом Правда Выглядит Очень Необычно И Соответственно Казалось Бы Человек Снял С квадрокоптера Детскую Площадку А На самом Деле Эта Детская Площадка Выглядит Очень Даже Да То есть По Факту Очень Даже Необычно И Поэтому На самом деле Фотография Правда Очень Разносторонняя И Соответственно Очень Многое Зависит От Того То есть Как Вы Смотрите На Вещи Соответственно Как Вы Показываете Эти Вещи Соответственно Она Правда Проста Настолько Насколько Соответственно Вы Сами Для Себя Решили И Соответственно Вы Сами Для Себя Поставили Какие Ограничения Потому Что На самом Деле То Снимки Если Вот Так Изучать Правда То есть Действительно Вникать И Соответственно Следить За Сферой Искусства И за Сферой Коммерции И за Сферой Свадебной Фотографии Ну Правда Блин Там Просто В каждой Нише Есть Невероятные Таланты В каждой Нише Есть Невероятные Необычные Креативные Взгляды Да То есть И Это Правда Настолько Да То есть Необычно Казалось бы Например Я очень Часто Слышу про то Что Например Там Многие Фотографы Жалуются Кто снимает Свадьбы Что на Свадебной Фотографии Типа Нет Творчества Что Соответственно Там Все снимается Избито И так далее На самом деле Это Исключительно То На что Вы решили Пойти И то На что Вы сами Подписались И только То что Делаете Вы Потому что На самом деле Да То есть Всегда В свадебной Фотографии Найдется Человек Который Занимаясь Ремесленничеством При этом Не опускается До уровня Копирования Да То есть Например Берет И вот Фотографирует Вот так Да То есть И понятно Что у нее Не все снимки Соответственно Свадебные То есть Со свадьбы Выглядят так Но это Очень правда Круто Да То есть Это прям Такое Прям Новый взгляд На то Как должна Выглядеть Свадьба И сам по себе Да То есть Снимок Достаточно Интересный Да То есть Несмотря на то Что Вы не показываете Всего остального Контента И На самом деле Да То есть Таких решений Правда Много И Такие решения Правда Находятся И Такие фотографии Могут жить Самодостаточно Вне события Просто Вопрос в том Что если вы Не можете Что-то придумать Да То есть Если у вас Нет фантазии Соответственно Показать Вещи Необычные Это не говорит О том Что Все вокруг Говно Да То есть И все сводится К какому-то Ксерокопированию Действительности И всем людям Это нужно Скорее всего Просто вы Не можете Соответственно Реализовать То что вам Хочется И именно Поэтому Вы берете И говорите О том Что Блин Ну Свадебная Фотография Это чисто Там такое Чисто коммерция Там всем нужно Однотипно Короче Именно Поэтому Я для себя Решил Что я буду Таким Однотипным Ксерокопированием Ксерокопированием Станком Да То есть Я смирился С этим Но это не говорит о том Что на самом деле Вы правы Это говорит о том Что вы для себя Решили просто Что вам так проще И именно Поэтому тема Сегодняшнего эфира Была посвящена Тому Что фотография Сложна Да То есть Проста Для вас Настолько Насколько Вы сами Для себя Решили Да То есть И насколько Вы Соответственно Сами захотели Потому что Делая Подборки Да То есть Разные Я на самом деле За вот эти Полтора года Сколько выкладываю Фотографии Да То есть Нашел Ну столько Невероятных Вещей Да То есть Даже Неизвестных Мне Хотя на самом деле Насмотренность у меня Достаточно Большая Да То есть И тем не менее Я находил Такое количество Новых решений Такие Соответственно Интересные Мысли Да То есть Что Блин Ну правда Это прям Впечатляет Поэтому Надеюсь Вам было Слушать Интересно Мое занудство Так что Не грузитесь Отдыхайте На самом деле Просто Видимо Меня потянуло На пофилософствовать Из чего Состоит фотография И я Правда Просто на эту тему Достаточно Больной И мне правда Иногда просто Хочется поговорить О фотографии Даже если Вокруг все Отдыхают И там Эфир смотрит Четыре с половиной Человек Поэтому Надеюсь Вам было интересно Надеюсь Вам было познавательно Раз вопросов У вас нет Отдыхайте Всем Хорошей субботы Повеселитесь И помните Если вы хотите Чтобы ваши фотографии Были хорошие Снимайте хорошие фотографии И тогда Ваши фотографии Будут хорошие И В этом Сводим В свадебном Правда Много крутых Фотографов В свадебной Фотографии На самом деле Не так много Крутых фотографов В свадебной Фотографии Много Фотографов которые фотографируют то, что видят перед собой, реально креативных, реально интересных фотографов, которые умеют фотографировать так, чтобы это было интересно всем, кроме участников свадьбы, единицы из просто десятков тысяч, да, то есть, потому что в основном свадебная фотография это просто некий станок, который ходит, фотографирует то, что видит перед собой. Как бы эта фотография интересна в большинстве случаев только участникам мероприятий, она дорога именно для тех, да, то есть, кто участвовал на этой свадьбе. Если, соответственно, там взять большую часть фотографий, которая снята на свадьбах, и, соответственно, начать показывать это людям, которые в них не участвовали, и, соответственно, которые никакого отношения к ним не имели, люди начнут смотреть и скажут, что за хрень, и почему мы эту хрень смотрим. И как раз отдельные люди, умеющие как раз показать свадьбу так, чтобы это было интересно и участникам, и, соответственно, людям со стороны, это отдельные таланты, да, то есть, это люди, ну, с достаточно большим уровнем, да, то есть, и совершенно четким пониманием, что только компромисс фотографии, и умением, как правило, не то, что нестандартно смотреть на вещи, а креативно использовать, и умением находить компромисс с заказчиком, когда вы, соответственно, вроде бы как коммерческий многостаночник щелкаете, но при этом вам хватает опыта еще заморочиться, там, за час успеть собрать, соответственно, разные решения. Наша фотография, в принципе, сама по себе уступает, там, той же, соответственно, европейской фотографии, американской фотографии и так далее. Почему? Потому что это факт. И, соответственно, как бы тут вопрос не как я считаю, вопрос, что наша фотография, ну, не настолько, соответственно, занимает глобальную, соответственно, нишу, да, то есть, в мире, и, к сожалению, не только фотография. Это факт. Мы не бежим впереди планеты всей, как бы, и это очевидно, да, то есть, и вопрос не в том, как я считаю, вопрос данности. Есть рынки, которые гораздо больше, гораздо старее, и за счет этого, соответственно, естественно, они занимают гораздо более лидирующие позиции. Поэтому, насколько я понимаю, вопросов больше нет. Поэтому снимайте хорошие фотографии и помните, что все исключительно зависит от вас. Если ваши фотографии недостаточно хороши, то, наверное, не потому, что у вас камера не очень хорошая, а, наверное, потому, что вам просто опыта не хватает. Поэтому работайте над собой и помните, что ваши фотографии хороши настолько, насколько хороши вы. Поэтому не сидите, не страдайте фигней, а пойдите и позанимайтесь. Снимайте хорошие фотографии. С вами был Микура. Приходите еще. Субтитры создавал DimaTorzok